Двери этого учреждения 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 большое количество конструкторов, которые также все используются в образовательном процессе. Всего за один год Фаблаб, то есть фабрика лабораторий, из места, где можно прийти и позаниматься на необычном оборудовании, превратилась в настоящую школу. Воспитанники с головой погрузились в техническую деятельность. За этот короткий промежуток времени их идеи воплотились сразу в нескольких проектах, с которыми начинающие инженеры выехали даже за пределы округа. Своими успехами ребята делятся и со сверстниками. На базе Ямальской школы в прошлом учебном году состоялись интереснейшие мероприятия. Ребят от всего увиденного за уши было не оттащить. И это значит, ЦВР шагает в ногу со временем. Представить Ямальский центр внешкольной работы без этого объединения просто невозможно. Работа воспитанников Светланы Каменевой всегда в центре внимания. Педагог неравнодушный, педагог ищущий прививает любовь к прекрасному. Самой большой наградой для наставницы является, когда выпускник творчеством продолжает заниматься и после окончания ЦВР. Самое главное, самое главное, это вложить в ребенка, как сказать, свое творческое зерно в благодатную почву. Если это зерно прорастает в ребенке, это здорово. У нас Дарья Башкова, значит, она учится сейчас в Тюмени строительном, но тем не менее она занималась здесь, она готовилась и в принципе она сдала успешно вступительный экзамен. Для меня это большая награда. Это, наверное, самое лучшее. Это премия жизни, наверное, правда. Светлана Анатольевна нас учат рисовать, направляет нас на работу, показывает, как это делать, что надо делать, какие ошибки надо исправить. 27 лет в центре внешкольной работы. Алексей Иванович Севуха трудится здесь практически с момента образования. Сначала на должности заместителя директора ПХЧ, сейчас за вхозом. Так уж получается, он тот самый сотрудник, кто встречает воспитанников и гостей учреждения. Мимо его взора не проскочит никто. Как отмечает старожил ЦВР, воспитанников год от года становится только больше. И если вдруг обернуться назад, время в три десятилетия пролетело в атмосфере дружелюбия и как-то очень быстро. Стало больше детей, больше посещаемость стало детей. И намного даже. Ну и коллектив, конечно, тоже стал побольше. Так, коллектив у нас всегда дружно был. Мы всегда дружно жили. Дружно жили хорошо. С детской библиотекой хорошо сотрудничали, когда были здесь в этом здании. Ну и потом тоже они нам хорошо помогали. Хорошо вот есть, да, вот коллектив хорошо, когда поддерживает себя коллектив, когда помогает, выручает всегда вот. Ну, как второй дом, можно сказать. Сегодня Ямальский ЦВР – это более 900 ребят, занимающихся в 22 творческих объединениях. Все вместе, педагоги и дети, не перестают творить и удивлять. Благо и старания раз за разом увенчиваются успехом. Начиная с 2017 года ЦВР принял участие в семи грантовых конкурсах и в пяти из них одержал победу. Благодаря выигранным средствам в размере 2 миллионов 405 тысяч рублей удалось провести массу масштабных мероприятий для всего населения Ямальского района. Их невозможно забыть. Они принесли особые эмоции и неповторимый восторг. Это и фестиваль по авиамоделизму в мысе Каменном, бескрайнее небо-заполярье. Это и мастерская дронов. Это и цикл мероприятий «Лабиринтум» и многие-многие другие. Ямальский ЦВР в сердце навсегда. И пусть для одних обучение в этих стенах осталось в прошлом, для новых поколений, наших детей и внуков все еще впереди. Вчерашние выпускники снова и снова приходят сюда, открывая знакомую дверь. Центр нешкольной работы, я вот помню, как вчера мне первоклассник, мама привела меня в центр нешкольной работы, там стояло такое большое табло и выбирали направление, с чем я хочу заниматься. Я вот выбрал шахматы. Мой первый тренер – это Ташкевич Людмила Давыдовна. Вместе с ней я проводил очень-очень много времени. Получается, с первого класса по одиннадцатый класс мы играли в шахматы, мы выезжали на соревнования, мы занимали призовые места. Я желаю развития воспитанникам, желаю, чтобы они получали много-много-много хороших знаний, которые пригодятся им в жизни, преподавателям большой зарплаты и желаю, чтобы они наконец-то переехали в новое красивое здание. Я сам лично занимался в кружке у Барангула Татьяна Алексеевна настольным теннисом очень много лет, с самого детства занимался туризмом. Сейчас, глядя на все, что происходит за нашей спиной, можно сказать, что Центр внешкольной работы за такое количество проведенных лет, он очень сильно развивается. Дорогие мои коллеги, дорогой мой коллектив, коллектив Ямальского Центра внешкольной работы, я вас от души поздравляю с этим замечательным праздником, с нашим общим праздником, с нашим 30-летием. 30 лет – это совсем маленькая дата в истории, но для нас она очень значимая и весомая. Пожелать хочу вам, вашим семьям, вашим близким, чтобы вы, прежде всего, были здоровы, чтобы у вас все получалось, чтобы вы находили творческие новые идеи и обязательно, чтобы у вас была мечта, которая должна обязательно исполниться. Субтитры создавал DimaTorzok